Книга «Открытым оком», том 15, тема работы, вопрос 2971. С чем связано, что некоторые люди других приводят ко Христу, а сами потом отпадают? Были ли подобные случаи в вашей общине? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сколько людей, столько и судеб! У нашей сестры Раисы, племянник Андрей, был членом общины, а потом отпал, ушел в мир, а она осталась. Сонным враг, севает плевелы, и они умирают. Родилась я в православной верующей семье. Может, только по названию, не знаю. Отец и мать, деды и бабки были или считались верующими. Но знали ли они истину и путь Божий? Утверждать не могу, так как потом было все утеряно. Видимо, священное писание им не толковали, и смысла его они не понимали. Нам, детям, а нас было четверо, ничего не объясняли, как должно, ибо все они были совершенно безграмотны. В церковь они ходили, так как у нас была в деревне церковь. Но в конце 30-х годов все было порушено. На этом, видимо, все и прекратилось. Теперь я понимаю по их прожитой жизни. Сколько я их помню, страха Божия не было. Жизнь была очень тяжелая. Беспросветная тьма. Нищета и безумие. Иконы были в двух углах. На молитву становились только на Пасху. И мы, дети, тоже молились. Как молились родители, я не знаю. Библия у нас была прекрасная, большая и толстая, в твердом черном переплете. Когда мне было лет 10-11, отец меня заставлял читать. И я, видимо, прочитала весь Ветхий Завет. Но новый, видимо, не читала, так как когда я стала читать Библию, которую мне принес Андрей Петухов, я все вспомнила, что это я читала в детстве, но только Ветхий Завет. Но новый и не помнила. Я знала Рождество Христово, Пасху, и Великий Пост мы всегда постились. О Христе я знала, что Он воскрес, и больше ничего. Конечно, Пасха была для меня лично радость. Мне всегда шили новое платьице. В Барнауле я живу с 1968 года. По Кровский собор я ходила очень редко. Понятия никакого, ничего не слышала. А если слышала, не понимала. Всегда какая-то сутолока, разговоры, хождение, толкание. Ничего не объясняют и не учат, и не рассказывают. Я даже не понимала слова «евангелие». Особого желания ходить при таком порядке в церкви не было. Проповеди слышать никогда не приходилось. Сейчас я упиваюсь проповедью и хочу слушать их 24 часа в сутки. Я знала, что Бог есть, и все сотворено им. Когда мне было плохо, я творила молитву. «Ангел-хранитель, сохрани и сбереги рабу Божию Раису». Почему-то я считала себя рабой Божией. Теперь я, конечно, поняла, от скольких бед меня Господь мой избавил. А ведь я такую мерзопакостную жизнь прожила. Даже в мыслях страшусь. А вот Господь меня нашел в моих скорбях и в моих безумных действиях. Как я нашла мою любимую общину и моих любимых братьев и сестер. После блудливой жизни я впала в страшное, безнадежное состояние и возопила к Богу. Чтобы Он продлил мне жизнь для покаяния. Я поняла, что я грешница великая, и Господь меня испытывает. И если я буду просить Его и молиться, Он должен меня простить. Но как? Я ничего не знаю. Я даже молитв не знала. Знаю только. Господи, сохрани и помилуй. И вдруг приходит ко мне Андрей Петухов, мой племянник, и объясняет мне про общину, где он находится, и приглашает меня на занятия в университет. АГТУ, 410-я аудитория. По толкованию Библии. Я с восторгом воскликнула. Пойду, пойду. И пошла. Пришла, стала слушать проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Для меня это было такое состояние, как у того слепого, который говорил. Иоанна 9, 25. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Да, я, слава моему Спасителю, Иисусу Христу. Теперь вижу и знаю, что Христос был распят за меня лично. И воскрес мой Господь. И надеюсь на Него, что Он и меня воскресит. Ой, как я этого хочу. Это Он меня спасал от многих бед и продлевал мне жизнь. Слава и благодарение моему любимому Спасителю. Я благодарю Господа моего за то чудо, которое Он сотворил, ведя меня в эту общину. Сколько благодарственных слез пролила я за эти годы. Как я рада и благодарна Богу. С какими Он меня свел людьми, где бы я была сейчас. А может и не была, не знаю. Я живу одной общей семьей. Мы вместе славим Бога. Я никого не знала, и меня никто не знал. Но сейчас мы все родные и близкие. Мы все молимся друг за друга по нужде каждого. Господь нас сроднил Своей кровью. Он всех нас любит и желает от нас крепкой любви к себе. Нам очень хорошо быть вместе и славить имя Господа. В этой общине меня всегда ждут и заботятся и молятся о моей нужде. Я благодарю Бога за это чудо, какое Он сотворил, исцелив мою слепоту. Мне нравится тот порядок, какой у нас существует. Строгость, дисциплина, обязанность, нетерпение к расхлябанности. Дай, Господи, всем иметь то, что я имею. А если кто-то не имеет, просите у Бога. И по великой любви к нам Он всем даст. Надейтесь только на Бога. Господу слава, сила, честь и держава. Благодарю Бога за все. Блинникова Раиса Николаевна Петухова. По милости Божий и член Крестовоздвиженской общины города Барнаула с июля 1994 года. Приняла крещение трехразовым погружением. Православная вера. РПЦЗ. 27 января 2006 года. Псалом 39.3. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Лука 10.34.35. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, если и сдержишь что более. Я, когда возвращусь, отдам тебе. Масонский прихвостинь. Масонский прихвостинь, ему машину драют, как палубу не юнги, а пять женщин. При общей бедности, чудовищном раздрае, он президент, по праву нас калечит. Когда бездушный лоб перекрестил, тот лоб, в который трудно достучаться. Таких учили под себя грести, хватая все и видеть в этом счастье. Народ избрал, народ благословил, а тот народ ворует, блудит, пьет. Кровавый изверг на пьедестале вил, дерет три шкуры, гнет под свой капот. Как звыли все от непомерных цен, за столь привычное и милое жилье, с душой непокалеченной, едва ли кто-то цел, горыноч коммунист уже сглотнул живьем. Так стоит вспомнить дату октября, промозглую планиду для скитальцев. Предупреждал Кронштадтский, угрожал не зря, но не прислушались, все утекло меж пальцев. Хулили белого безвольного царя, надменно поносили деток и царицу, в подвал спустили, а теперь их ряд на огненных страницах и под ним бомлица. Их образа и эти образины сегодняшних пузатых, безмозглых и легавых, Змей семиглавый пасть свою разину глотает невиновных, то есть правых. О, Мать-Земля, кого ты родила? Ища диада зародилась в Смольном, в реестре торжища и души, и тела, грехом задушенные не перечислить сколько. И потянулись в узах ко Христу, истерзанные пали на колени. Не ошибусь, когда сказать рискну, что нам на пользу жил товарищ Ленин. 28 января 2006 год, игла.